ДИКТОР ДЕТСКОЛЫ ИСКУЗТЬ Номер 11 Валерий Булатов, а также методист этой школы Светлана Сабина и профессор кафедры Народного хорового искусства Самарского государственного института культуры Людмила Терентьева. Здравствуйте! Рад вас всех приветствовать. Ну, начну, наверное, с Валерия Андреевича. Расскажите, пожалуйста, о вашей школе, школе искусств. Несмотря на то, что вы выступали с несколькими предложениями о новой школе искусств, которая бы возникла в нашем городе, все-таки пока о том, что есть. 11-я школа, когда она была образована, и какая у нее специфика, что самое важное и главное? Детская школа искусств номер 11 была организована в 1967 году. Это, получается, юбилей, да? Вот если в 17-м году, наверное, да. Да, на следующий год будет 50 лет. 50. Какая прекрасная дата. Можно еще поговорить о том, как вы будете готовиться. Предметом деятельности школы является реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере искусства. Основными целями в работе школы является формирование и развитие творческих способностей детей. Валерий Андреевич, а любой школьник или ребенок может к вам в школу поступить? Или все-таки есть какой-то отбор? Вы знаете, когда мы сказали, что реализация общеобразовательных программ, у нас есть сейчас предпрофессиональные образовательные программы и общеразвивающие. Предпрофессиональные программы, по самоопостановке вопрос, обучение 8-9 лет. Это новое, так сказать, федеральное государственное требование. А общеразвивающие программы – это дети, которые проходят 4 года обучения. И ясно дело, что на предпрофессиональной программе есть какой-то отбор тоже найти. Потому что детей, вот если я говорю, что мы должны развивать их творческие способности и поддерживать талантливых детей, значит, мы к этому должны также относиться. Так что вот сейчас будем работать и уже работаем по двум программам, общеразвивающим программам. Светлана Васильевна, как это в методиках отражается? Образование, обучение именно в таком творческом направлении? Это отражается в том, что предпрофессиональной программой, конечно, там более усиленная подготовка идет. И дети целенаправленно уже стремятся, самореализуются и ориентируются на дальнейшее получение профессионального образования. А общеразвивающие программы предполагают развитие каждого ребенка. Кто бы к нам ни пришел, может получить вот тот индивидуальный набор, может быть так, индивидуальный маршрут, который нужен только ему для целостного развития, для развития творческих способностей, то есть развития по интересам. Понятно. Людмила Александровна, вы как вот, у меня такое слово просит, присоседились к школе искусств, институт культуры. Вот у вас какое направление, как вы сотрудничаете? Вы знаете, замечательная школа, 11-я школа искусств. Замечательная, это лаборатория нашей кафедры, нашего института культуры. На сцене детской школы искусств мы сдаем государственные экзамены. Валерий Андреевич всегда у нас член государственной комиссии на прием, на государственных экзаменах. Надо сказать, что эта школа очень много сил положила на то, чтобы воспитать именно детей в фольклорном направлении. Воспитание фольклором. Что еще более яркое можно найти? Сейчас это направление модное, можно даже так сказать. А всегда мы говорим, что вот мы не слышим, не видим, если концерты, то только без народного пения. А оказывается, нет. Такого не бывает. Не бывает концертов без народного пения. Не один концертный проходит. Сотни концертов в течение года вместе с нашей кафедрой. И дети 11-й музыкальной школы искусств очень активно участвуют во всяких мероприятиях разного уровня. И надо сказать, что как еще мы популяризируем вот это направление? Прежде всего, это конкурсы. В фестивале очень активно участвуют именно и педагоги, и ансамбли, и солисты. Замечательно поставлен вопрос в этой школе музыкальной. Надо сказать, какой репертуар они? Они выучили десятки, десятки песен народных, разных жанровых, колыбельных, строевых, плесовых, хороводных. И главное, не просто так пропели веселую песню, протанцировали как могли. Педагоги обязательно изучают лексику традиционного танца. Обязательно изучают диалект той области, какой. В основном мы поем песни Самарской области. Здесь они живут, дети. Здесь их бабушки, здесь их мама. Бабушка споет колыбельную. Бабушка покажет, как танцевали. Бабушка расскажет, неправильно фартука делала. Вот так надо эти цветочки сюда. Неправильно ленту пришила. Внизу должна быть земля, а на ней должна быть вода. Потом цветы, луг, небо. И потом солнце. Это кокошник. Вот посмотрите. Всегда кокошник. Это яркая такая деталь в костюме. И как очень-очень скрупулезно относятся к этому вопросу директор Валерий Андреевич. Да, Валерий Андреевич, вот скажите, у вас уже несколько коллективов, наверное, на базе школы, да? И вот с разными народными, национальными такими вот приоритетами. Надо сказать, что, во-первых, у нас детская школа искусств, то есть у нас есть музыкальное отделение, театральное отделение, отделение народного пения или фольклорное отделение и группа эстетического воспитания. Я вот в 2001 году приступил к обязанностям директора школы. И первое, что бросилось, это хороший уровень, исполнительский уровень вот именно отделения народного пения. Отделение народного пения, вот просто хочу немножко рассказать, оно принимает участие во всех концертах, особенно в районных. То есть нам из советской администрации, школа находится в советском районе, из советской администрации, пожалуйста, вот концерт такой-то вот. Как это важно для артистов молодых, да? Выступать, практику набирать. Они часто выступают в городских мероприятиях, в областных мероприятиях. Наши дети, коллективы занимают призовые места на всероссийских и международных конкурсах. Валерий Андреевич, скажите, пожалуйста, вы же из Бурятии. А вот приехали? Нет, нет, нет. А вот у вас прямо на сайте вашей школы написано, что вы заслуженные деятели. Ну, как-то связь есть, наверное. Просто когда я закончил институт, я уехал и 25 лет проработал в Бурятии. А вернулись к нам и заметили, какое у нас народное пение тут хорошее. И получил там звание, наш отличник и заслуженного работника образования Республики Бурятия. Понятно. Вот теперь я выяснила для себя. А давайте, как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Давайте посмотрим на вашу школу. У нас есть небольшой ролик, приготовленный, кстати, вашими сотрудниками. Посмотрим. Любовь к родине, отечеству. Когда она зарождается в сердце человека? Когда становится той силой, которая вдохновляет на каждый дневный труд. На все, что славно на земле. Это совершается, когда человек открывает для себя окружающий мир, получает первые знания о культуре своей страны. Восхищает ее природой. Когда гордится ее героями, ее творцами. Детство и юность – самая благодатная пора для этих архитов. Для воспитания любви к родине. Детство и юность – самая благодатная пора для этих архитов. Детство и юность – самая благодатная пора для этих архитов. Детство и юность – самая благодатная пора для своих архитов. Знакомство с фольклорными традициями России помогает детям постигать богатство культуры, испытывать патриотические, национальные и интернациональные чувства. В реализации огромных возможностей нравственно-патриотического воздействия народной музыки помогают наши издания. К 165-летию образования Самарской губернии приурочен первый выпуск хрестоматии педагогического репертуара для детских фольклорных ансамблей «Через Волгу-Досточка». Репертуар творческих коллективов составляется на основе лучших образцов народной, классической, современной музыки. Чувство привязанности к тем местам, где человек родился, поддерживаются выступлениями коллективов на городских праздниках, в фестивалях военно-патриотической тематики, концертными программами для жителей района в Доме ветеранов, библиотеках, участием в мероприятиях городской программы «Благоустроенный двор». Не так давно школьники выступили для призывников в региональном отделении ДСАА России. Масштаб впечатляет, видно, что вы работаете, но как бы мы много не говорили о том, что все хорошо. Статус подтверждают смотры, конкурсы, награды. Давайте теперь об этом. В последнее время вы поучаствовали в таком, как Людмила Александровна говорит, мало такого значения конкурсов. Вот расскажите подробнее, пожалуйста, что это было? Как вы вообще решились на такое? Ну, это вот Всероссийский смотр информационной деятельности домов и центров народного творчества. Ну и надо сказать, что мы случайно узнали о таком смотре и решили, в общем, в этом году принять участие, поскольку за последние несколько лет вот у нас собралось так достаточное количество интересных изданий. И издание, которое сейчас упомянули через Волгодосточка, хрестоматия, педагогического репертуара, получило на этом смотре диплом лауреата за популяризацию детского фольклора. Но это не единственный диплом, поскольку мы отправляли прям сразу несколько изданий на смотр. В том же году, в 2015 году, прошла конференция Культурно-просветительской миссии творческих коллективов в современном социокультурном пространстве. И материалы этой конференции также получили диплом на Всероссийском смотре, на представленном. Ну и последнее наше издание. Я думаю, этим изданием в самом деле можно так вот полюбоваться, поскольку здесь и оформление соответствующее, и идея календаря, который предложила нам заместитель директора Агентства социокультурных технологий Раид Николая Миронова. Поскольку народная культура, она такая событийная, и вот эта событийность легла в основу именно структурированной. И поэтому диплом за оригинальный подход в оформлении издания. В этом календаре мы собрали события, даты, имена, которые сопровождают десятилетие центра «Золотая Русь», который как раз и организован при школе. Вот о чем говорил Олег Андреевич. Ну и вот оформление идет по месяцам, и здесь представлены и названия, старые названия месяцев, и какие-то поговорки, приметы, праздники этого месяца. Далее идут приветственные слова, причем здесь прислали люди, которые занимаются фольклором из разных городов страны. Это отчасти бывшие выпускники нашего Института культуры, воспитанники Людмилы Александровны. Сотрудничество вот продолжается. Это и Волгоград, и Астрахань, и Екатеринбург, и Тверь, и Балашов. То есть много городов, которые постоянно с нами сотрудничают. Ну и вот здесь показаны пять направлений центра «Золотая Русь», среди которых и популяризация творчества среди детей общеобразовательных школ. И вот здесь надо сказать о сотрудничестве с общеобразовательной школой номер 163, которая поддерживает наше начинание, с которой мы так много лет сотрудничаем. Вот как интересно, детская школа искусств и издательская деятельность. Казалось бы, на первый взгляд, это что-то вот вещи такие несовместимые. А вы узнавали, как издание будет распространяться? Вот там в цифрах, в тиражах. Вот вы свое дело сделали. А дальше что, не хотелось бы, чтобы это все вот как-то ушло? Эффективность вот в чем? Вы, понимаете, идет какая-то определенная эволюция. Вот был уровень. Мы сделали что-то, потом начали думать. Ну, концертами, концертами, уроками, уроками, а что дальше? И в этом отношении еще раз надо вспомнить Ирину Николаевну Миронову. Вот она нас как бы все время ведет. Вот пришли к тому, что у нас начались окладные мероприятия. Это Волгская мозаика, фестиваль, конкурс. Городские, которые вышли уже в региональные, потому что к нам не стали приезжать. И Чапаевские, и Новокуи вышли, и от родных. Русский праздник у нас есть такой. И третье, это научно-практические конференции. А когда что-то делается, то хочется с кем-то поделиться. А как можно сделать это? Это только через средства массовой информации. Вот, допустим, у меня газета лежит последняя, где, что же, по-моему, центр «Золотая Русь». Вот эти издания. И мы, эти издания, в них участвуют и другие, сказали уже, города. И, конечно, если она участвует, тебе приятно получить то, что она написала. Понятно. Кстати, у вас есть несколько коллективов, вот мы про это говорили. И один из них уже, Таусин, отметил свое десятилетие. Опять предлагаю посмотреть такой небольшой ролик, фрагмент выступления с концерта. Давайте посмотрим, чтобы видеть, к какому уровню достигнут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот школа искусств через издательскую деятельность популяризирует. А мне интересно, Людмила Александровна, как можно через живое непосредственное творчество популяризировать народное и пение, и танцы, и так далее. Очень широкая дорога для этого есть. Это участие в фестивалях и конкурсах. Вот буквально в октябре с 19 по 21 будет проходить конкурс народного искусства, пивческого искусства «Артель». Будет проходить в центре города, в центре социализации молодежи. Участвовать могут дети от 5 лет до взрослых, до 45 лет. Для чего мы это делаем? Дети будут смотреть, как они будут развиваться дальше, что они будут петь, как поют молодые, старшие. Те девочки, которые участвуют в ансамбле, будут смотреть, кто придет к ним в их фольклорные коллективы. Мало того, они здесь приобретают и репертуар, они общаются. Они по поводу костюма, по поводу оформления своих, сценического оформления своих программ, режиссуры, вообще культуры, подачи народной песни, как они с ней работают, звук. Ну, очень много. Народные инструменты как используют, насколько... Если баянист играет то же самое, что поют дети в этой же октаве, он закрывает все тембры, он стоит один на сцене, мешает. Сейчас этого уже нет. Все концертмейстеры знают, что такое вообще фольклорный ансамбль, и они являются тоже частью этого ансамбля, помогают, и с ними же участвуют и в мероприятиях, и в песиках, и в разводках, и так далее. Это очень важно. Вот вы важную мысль сказали, как правильно подать народной культуре. Ведь можно это разными способами делать. Надел сарафан, там песня простая, два притопа, три прихлопа, и вышел, спел, и все. И вот интерес со стороны публики вы чувствуете? И когда он вот это вот может пошатнуться? Вот чего нельзя допускать вот в этой подаче народной культуре? Только крепнет вообще интерес традиционной глубины вот этой народной песни. Только крепнет. Взрослые, у них даже раскрылась душа еще шире для детей своего ребенка, своего внука, внучки, потому что наконец-то поют народные песни русскими словами, обыкновенными, сколько там краски, сколько там души, сколько там поэзии в этих песнях. И, конечно, родители очень помогают. Мало того, именно в детской школе искусств 11-й родители присутствуют, им разрешено присутствовать на занятиях фольклорного ансамбля. Так она видит, моя девчонка не знает слова, а моя не стоит ноги, все время в хороводе ходит, а мой хорошо играет на балалайке. И Валерий Андреевич всегда и разрешает, и, так сказать, приветствует то, что дети других отделений, например, народники, они участвуют в фольклорном ансамбле в перческом коллективе, они помогают, и мальчики с удовольствием боют, и замечательно. Поэтому вот эти фестивали и конкурсы, которые многочисленные проводятся в Самаре и в области, это мастер-классы ведущих педагогов, это концертные выступления, это на конференции обязательно присутствие из других школ, ансамблей фольклорных, и всегда полон зал, и всегда очень большой интерес. И вот эта научная продукция, это какое имеет колоссальное значение. Да, Светлана Васильевна, вот как раз вот, наверное, вы занимаетесь, вот кроме вот методик, да, научно, вот то, чтобы это все осталось, ну понятно, что вы это уже издаете, но все-таки вот какие-то разработки методические, чтобы вот подавать народную культуру, учить детей народной культуре. Ну, надо сказать, что в наших сборниках несколько разделов. И тут не только народные песни, но и сценарные разработки, интересные обряды, там есть и глоссарии, есть, в общем, дополнительный такой материал, который бы вот такую информационную функцию выполняет. И поэтому... Видеодиск. Есть и видеодиск, да. Вот как раз фольклорный, сборник фольклорного репертуара у нас имеет такой диск. Вот он как раз можно здесь показать. Можно несколько раз послушать, все это посмотреть. То есть идет обмен, обмен опытом, вот как это методически выстраивать, как подготовить концертному выступлению, потому что все-таки очень важно, чтобы каждый ребенок себя проявил. И тут вот универсальные навыки формируются, и коммуникативные, и сценические, и презентационные. То, что важно в любой, наверное, сфере деятельности. И знание своей культуры. Валерий Андреевич, вот я думаю, что вы были и инициатором, и идейным таким вот вдохновителем всего. Откуда вот это в вас берется, как вы думаете? Как рождаются вот эти идеи, чтобы там на уроках присутствовали родители, еще что-то? Мы тут нового услышали. Вы знаете, я не знаю, крамольные мысли скажу или нет, но когда я вот столкнулся с этим, значит, что узнал? Значит, чувашские ансамбли у нас есть, татарские есть, мордовские есть, а вот русские как будто бы, ну... И я обратился в департамент, в свой департамент культуры с предложением, я говорю, а почему нам не... Ведь курирует нас научный руководитель, это Людмила Александровна, я говорю, Людмила Александровна, а почему не сделать такое название? Русский праздник. И вот в этом русском празднике у нас начинается... Святки мы провели, масленицу мы провели, сороки мы провели, капусты... Покровские посиделки, да, это русские, Покровские посиделки, Кузьминки, Осенины. То есть мы уже провели где-то за 10 лет 12 таких праздников. Да, причем вот я себя поймала на мысли, что не все даже для меня названия знакомы. Ну да, еще хочу сказать, понимаете, если раньше у нас были просто фестиваль-конкурсы, то сейчас мы стали театрализованно все это делать. А родители приходят, они видят, сравнивают, и у нас нет такого, чтобы там не пускать, не все. Вот у меня, я сам преподаватель класс Баяна, у меня родители сидят на уроках. Да, вы всех посадили и на свои уроки, и на занятия учеников. А скажите, пожалуйста, вот вы уже назвали театральное у вас направление, оно тоже связано как-то с народным творчеством или нет? Или театр-театр? Вот нет, как бы театр делает свои программы, это в порядке вещей, но мы еще сотрудничаем, и фольклор, и театр. То есть для того, чтобы провести праздник, мы что, можем просто спеть, да? А можем все это обставить. У нас, если идут масленицы, мы печем, выпекаем блины, детей. Вот я очень благодарен администрации и директору 163-й школы. Они нам разрешают в столовую детей приглашать. Мы блины, чай сладкий. Если капустные посиделки, мы пироги, капусту заказываем, нам пироги. То есть каждый праздник мы стараемся, чтобы дети жили в этом празднике. В этой атмосфере народного творчества. Я, знаете, хотела вот в общем о культуре поговорить, и какое место, на ваш взгляд, сегодня занимает вот это народное направление в общей культуре. Вот хотела бы даже услышать от кого-то из вас определение культуры. Вот как вы представляете, что такое культура? Ну, у нас профессор, да, наверное, лучше ответить. И вот именно, как вы оцениваете это место народной культуры именно вот в общей культуре? Не в массовой даже, а вот в таком высоком, может быть, понимании смысла слова. Вы знаете, горизонты расширяются. И вот эти детские фольклорные ансамбли, которые изучают народное творчество, им даже родители и бабушки подсказывают, какую песню надо спеть. А мы танцевали вот так. Не так ножку ставишь. А мы вот здесь, после того, как мальчик приходит и дарит девочке ленточку, он уже оказал внимание ей. Бабушка все видит, и она говорит, не с той руки подал. Не так подошел. Надо вот так, и так, и так. Им это очень интересно. И сейчас это так занимательно для детей. Сейчас они с таким удовольствием занимаются именно фольклором. Следующий выпуск нашей Христоматии тоже будет называться «Через Волгу досочка». Мы там будем говорить о режиссуре народной песни. Там будет сценическая трактовка народной песни, отдельных обрядов, игры с нотами, с описанием, с графическим изображением танца. Там будет методическая рекомендация. То есть это все очень нужно педагогам, те, которые будут с этим материалом общаться. И можно будет посмотреть, на видеоряд будет приложить. Это очень важно. И все-таки вот фольклор. В культуре вообще человек, он какую роль, на ваш взгляд, играет? И какие у вас возможности есть вот все это продвигать, развивать? Может быть, методисты, Светлана Васильевна. Вот ваше видение какое? Мое представление, что это все-таки истоки. Это то, чем человек подпитывается в течение всей своей жизни. И очень важно, чтобы с каких-то таких детских лет, с раннего возраста, дети к этому приобщались. Ну, конечно, это может быть и основой для дальнейшего освоения классической музыки. То есть не обязательно, что ребенок все время будет заниматься только фольклором. Но это та база, та школа, та основа, которая может дать толчок к дальнейшему какому-то развитию, дальнейшим интересам жизни. Да. Мне вот кажется, так. А вот школа, это все оправдывается? Вот востребована школа? Вот это вот люди понимают, что это так важно, что это база, что это наши истоки? У вас нет такого, что там в классе пять человек сидят? Или что-то вот и родители не ведут, и дети не идут? Вы знаете, вот этот вопрос такой востребованный, трудный вопрос. Мне кажется, сходу вот так не ответишь, но вот за счет того, что они видят, ведь они общаются? Вот мы с вами общаемся. Я рассказал, что вы увидели, что вы меня, потом рассказали еще кому-то. У нас есть родители, которые закончили нашу школу. И уже их дети продолжают. Это самый главный показатель, что когда родители свои детей приходят. И у нас где-то 40% преподавателей, которые закончили нашу школу, закончили музыкальное училище, закончили педаинститут и работают. Вот это самый главный показатель вашей работы. Что если бы, конечно, не понравилось, ушли и забыли, это было бы одно. Ну что ж, в наше время истекло. Хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете. Потому что я считаю, что это вот до такой степени важно, что даже вот мы еще сами не понимаем, как это важно. Хорошо, что вы это понимаете и делаете. Успех вам, удачи, побед в следующих конкурсах. Участвуйте, продвигайте и свою школу, и наш город, и область, чтобы об этом знали все. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»